Без мест в школах, детских садах и без парковок. Сегодня градостроительная комиссия края забраковала проект планировки микрорайона Тихий Зори. По словам чиновников, застройщик не доработал план, по которому хотят застраивать участок. Компания планирует возвести всего одну школу на две тысячи мест. Это нетипичное для нашего города здание, поэтому, по мнению экспертов, утвердят его вряд ли. Кроме того, еще как минимум тысячи школьников, мест в учреждении не хватит. В Министерстве образования и вовсе требуют построить три школы на стандартные 1280 мест. Схожая проблема и с детскими садами. Кроме того, дороги на бумаге представлены узкие и неудобные для проезда. Дорог нет, источника на эти дороги нет. Сумма нетривиальная, ни 50, ни 100 миллионов рублей. Электроснабжения нет, в инвестпрограмме нет, источников нет. Я больше чем уверен, что по водоснабжению и водоотведению в инвестпрограмме нет, планов нет, источника нет. Ничего, народу голову-то морочим. Сами потом разбирайте. Есть проблемы с парковочными местами. Их нужно почти вдвое больше, чем указано в проекте. Изначально застройщик обещал, в микрорайоне будет около 14 тысяч паркомест. Но оказалось, что половина из них приходится на стоянку возле Платину Марены. Места хранения автомобиля размещены за пределами земельных участков, находящихся в собственности застройщиков. В частности, размещение в юго-западной части района многоуровневой парковки на земельном участке, находящемся в частной собственности, нереализуемо без выкупа его застройщикам. Использование территории парковки режимного объекта Планетом Арены для нужд жителей района проблематично. Градостроительная комиссия рекомендовала Стройнобзору проверить уже выданные разрешения на строительство новых домов в Тихих Зорях. По словам председателя правительства края, если специалисты найдут нарушение, документы могут отозвать. Продолжение следует...